Музыка Спустя полгода начались первые соревнования, первые испытания. Первые соревнования, они такие волнительные, что они не забываются никогда. Я помню, еще это городские соревнования, как и Кибастуз, это одна областная столица вольной борьбы, хотя у нас областной город Павадар был, но в основном все призеры и победители всегда были из города Кибастуза. Соревнования были серьезные, городские вроде, но конкуренция была хорошая. Я на тот момент помню, что я боролся за выход в финал, проиграл своему товарищу, а товарищ на тот момент был победителем областных турниров, участником республиканских всяких турниров, и победителем, да, да, да. Я проиграл товарищу, не расстроился, зато у меня был шанс побороться за третье место. И вот, как помню всегда, первый период вышел, судья, как обычно, наш, старшие ребята осудили их, кто был. Первый период вышел, выиграл спокойно, как бы. У нас тогда было, мы боролись тогда, был у нас формат три периода по две минуты. Либо два периода выиграешь, два-ноть, нормально. Ну вот во втором периоде я умудрился допустить пару ошибок и чуть не попал на туше. На туше это когда у нас на две лопатки ложат, чистая победа, вольная борьба считается. Остается 30 секунд, меня ловят. Что я делаю? На мост стоял, и целых 30 секунд пришлось на мосту стоять. Это когда голова и ноги стоят, лопатки не касаются ковра. Вот, выстоял, соответственно, второй период я проиграл. Третий период, в перерыве 30 секунд, тренер дает наставление, я сделаю вывод ошибок, спокойно выхожу и довожу дело до победы. И вот первое моё соревнование, стою, третье место занимаю на городских, это плюс 100 к морали, уже дальше заниматься вдохновлением. И так и началась спортивная карьера. Вольная борьба – это один вид единоборств, во-первых. Самое важное отмечу, что это олимпийский вид спорта. Вот. Получается, заключается в том, что два соперника выходят в поединке и борются по определенным правилам. Вот. Получается, разрешены подсечки, подхваты, броски и тому подобное. И задача каждого из соперника – положить другого на лопатки. Вот. Или оторваться на 10 баллов сейчас нынешнее правило и победить в борьбе, получается. Вольная борьба, чем отличается, например, от наших собратьев греко-димской борьбы, тем, что у нас разрешены захваты ног. Это подсечки, подхваты, проходы в ноги. Вот. Тем и зрелищнее, если, грубо говоря, брать два вида спорта, чем зрелищнее вольная борьба, что там больше завязок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова